Здравствуйте, в эфире Якутия 24, новости экономики. В студии Евгений Баженко. Чтобы значительно увеличить пенсии, необходимо повысить налоги, либо пенсионный возраст. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Орешкин, передает Интерфакс. По его словам, из-за демографических проблем в России число пенсионеров увеличивается относительно тех людей, которые работают. Из-за этого возникает вопрос, повысить налоги или повысить пенсионный возраст. Цитата. Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, а на другую сбалансированность бюджета, сказал министр. В то же время, более высокий пенсионный возраст – это одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание. В ближайшие шесть лет расходы на автомобильные дороги регионального и местного значения удвоятся. Об этом сказал Владимир Путин на съезде транспортников. Это самая сложная задача. Мы в значительной степени привели в порядок федеральные трассы, но по объему региональных и местных на порядок больше, сказал президент. По мнению Путина, для решения этой задачи потребуется привлечь большой объем частных средств. Будут запущены новые инструменты финансирования дорожного строительства, такие как инфраструктурная ипотека и повышение привлекательности проектов развития автодорог за счет освоения придорожных территорий. Минфин России с 7 марта по 5 апреля 2018 года направит на закупку валюты 192,5 млрд. рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте министерства. Ежедневно валюту будут закупать на более чем 9,5 млрд. рублей. По прогнозу Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в марте 2018 года составят 238 млрд. С февраля 2017 года Минфин направляет на покупку валюты дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в бюджете цены на нефть. А с 1 января 2018 года объем операций зависит от фактически сложившегося, а не прогнозного курса рубля за предыдущий месяц. Привлечением туристов в Южную Якутию намерена заняться угольная компания «Колмар» – резидент территории опережающего развития Южная Якутия. Об этом сообщили в пресс-службе Минвестокразвития. Интерес у потенциальных, в особенности иностранных туристов, есть, а условий для их пребывания нет. Эти условия и планируют создать «Колмар», и сейчас работают с властями республики в этом направлении. Напомним, что недавно в угольной компании заявляли о намерении открыть линию по производству минеральной воды. Основное же направление деятельности компании – добыча и переработка угля. Значительно повысить качество управления на региональном уровне, а также добиться кратного снижения административного давления на бизнес. Такие направления обозначил вице-премьер полпредпрезидента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев на итоговой коллегии Минвостокразвития во вторник. Он поручил министерству разработать план по дальнейшему развитию Дальневосточного федерального округа. Цитата. «Если мы сегодня говорим, что давление на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, значит снизить нам его надо минимум в 3 раза», – заявил полпредпрезидент. Тем временем Минвостокразвития России запускает новый бренд «Делай бизнес на Дальнем Востоке». Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Цитата. «Работу с инвесторами мы подкрепим глобальным позиционированием условий инвестирования на Дальнем Востоке под единым брендом», – сообщил он. По словам Александра Галушки, на Дальнем Востоке уже работают инвесторы из Китая, Индии, Южной Кореи, Вьетнама, Японии, Австралии, Новой Зеландии и еще девяти иностранных государств. Однако на их долю приходится пока лишь 8% привлеченных инвестиций. В Якутии рост минимального размера оплаты труда прежде всего ощутит низкооплачиваемая часть населения. Об этом Якутии-24 рассказала вице-спикер Государственного собрания Илтумен Ольга Балабкина в ходе эфира передачи «Актуальное интервью». Также Балабкина отметила, что изменится размер средней зарплаты по республике. В текущем году каждый четверг месяца объявлен в Центре занятости республики Днем Работодателя. Среди новых форм можно назвать мероприятия «Выездной отдел кадров» и «Экспресс-трудоустройство», целью которых является оперативное обеспечение потребностей работодателей. На заявленные вакансии подбираются подходящие кандидатуры не только из числа безработных, но и из числа ищущих работу, то есть разместивших резюме. С кандидатами работают психологи Центра, затем проводится встреча с работодателем. Все это проходит в течение двух-трех дней, то есть в короткие сроки осуществляется трудоустройство граждан и, соответственно, закрывается вакансия. Российское правительство выделило из резервного фонда порядка 3,5 миллиардов рублей на приобретение медицинского оборудования для больниц сельской местности, говорится на сайте правительства. Отмечается, что деньги будут предоставлены Министерству здравоохранения. Из 3,5 миллиардов рублей, выделенных для сельской местности, 1,2 миллиарда будут направлены в бюджеты регионов Российской Федерации на покупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, а также для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, в населенных пунктах, численностью жителей которых не превышает 2000 человек. Еще 2,2 миллиарда получат субъекты на приобретение передвижных медицинских комплексах в населенных пунктах, где живет менее 100 человек. Инвесторы, реализующие на Дальнем Востоке проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвест-кредиты в российских банках, в рублях, долларах или юанях по ставке всего 1% годовых. Соответствующий проект постановления подготовлен по поручению Дмитрия Медведева. Механизм заработает уже в этом году. Банки, предоставляющие такой кредит, получат необходимую федеральную субсидию, а предпринимателей – возможность привлекать доступное финансирование на свои проекты. Сотовых операторов МТС и Мегафон подозревают в нарушении антимонопольного законодательства. В этой связи Федеральная антимонопольная служба объявила о возбуждении административных дел. В вину компаниям ставится необоснованное завышение стоимости входящих и исходящих междугородних звонков для выезжающих в другие регионы страны клиентов, а также введение платы за каждые сутки при пребывании абонента за пределами домашнего региона. Ранее ведомство указывало операторам на эти нарушения и требовало принять меры. Но ситуация не изменилась. МТС и Мегафон могут обязать вернуть в государственный бюджет доходы, полученные в результате нарушения антимонопольного законодательства. За 2017 год общая сумма взяток в России выросла почти втрое и составила более 6,5 млрд рублей. При этом количество преступлений коррупционной направленности снизилось. Об этом сообщает Национальный антикоррупционный комитет. Речь идет о выявленных фактах взяточничества. Рейтинг регионов с растущей коррупцией возглавили Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Брянская область. В начале декабря прошлого года генеральный прокурор России Юрий Чайко в интервью газете «Коммерсант» заявил, что ущерб от коррупционных преступлений в России с 2015 по 2017 год превысил 148 млрд рублей. По данным надзорного ведомства, в прошлом году было установлено более 13 тысяч лиц, совершивших коррупционные преступления. Среди них 1 млн 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов и более 150 федеральных чиновников. Использовать зеленую энергетику для майнинга, то есть в дословном переводе «добыча криптовалют», предложил глава Минприроды Российской Федерации Сергей Донской. Он советует использовать мощности возобновляемой энергетики для майнинга криптовалют. При этом министр пояснил, что под зеленой энергетикой подразумевает возобновляемую, то есть, например, солнечную или энергию ветра. У этого направления хорошие перспективы в будущем, считает министр. Что касается нашей страны, то здесь есть довольно большие свободные мощности, например, в Сибири и на Дальнем Востоке. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.